МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире экспертный клуб и моего ведущие Анна Ахпашева и Александр Климов. В Хакасии стало на 18 врачей больше. В медико-психолого-социальном институте ХГУ вручены дипломы специалистам ординатуры. Направления обучения самые разные. Останутся ли молодые врачи в нашей республике или разъедутся в другие регионы? И что делается в Хакасии, чтобы наши больницы пополнялись свежими кадрами? Об этом мы поговорим с нашим экспертом Александром Анатольевичем Стреленко, первым заместителем министра здравоохранения Хакасии. Александр Анатольевич, здравствуйте! Добрый день! Александр Анатольевич, это далеко не первый выпуск молодых врачей в нашем госуниверситете. Есть какая-то статистика, сколько ординаторов окончили ХГУ и трудятся в наших больницах? И вообще в целом, может быть, по этому году? Безусловно, такая статистика есть. И я благодарен правительству нашей республики и руководителям нашего университета, что с 2012 года у нас появилась дополнительная возможность получать молодых специалистов-врачей в своей республике. И в частности, вот если сказать такую статистику, о которой вы спрашиваете, то с 2012 года в нашем университете врачей было подготовлено уже 287 специалистов. Это только наш ХГУ подготовил столько специалистов. Ну, к примеру, если взять по этому году, выпуск молодых врачей составил 62 врача. В этом году мы выпустили в нашем ХГУ. А что касается этого выпуска, уже известно, где будут работать, трудиться новоиспеченные врачи? Да, совершенно правильно, потому что, видите, готовя в своем вузе специалистов, мы уже на стадии студенчества с каждым персоналом начинаем отрабатывать. Во-первых, первое, это специальность, по которой хотели бы наши выпускники в дальнейшем работать. Ну и, безусловно, их место работы. Вот если взять тем специалистам, которые в этом году получили углубленную подготовку по специальностям, у нас таких 18 специалистов-ординаторов в институте в этом году окончили вуз, то у нас сегодня информация. Два хирурга, один поедет работать в Аскис-Сейногорск, три врача-анестезиолога-реаниматолога, один едет в Черногорск, едет в Устебакан и будет работать в онкодиспансере. В нашем республиканском один врач-акушер едет в перинатальный республиканский центр. И семь врачей-терапевтов практически разъезжаются по всем районам нашей республики. Это будут и Алтайский район, и Устебаканский, и Таштып, и Бея, и в Абаканскую больницу нашу пойдут работать, и в Республиканскую больницу пойдут работать. А от чего зависит вот это распределение? Это сами новые молодые врачи захотели, выбрали эти территории? Ну, наверное, в первую очередь, это все-таки планы Министерства здравоохранения. То есть мы сегодня имеем статистику по укомплектованности врачами-специалистами в каждой городской и в каждой районной больнице. И когда мы подписываем договора на целевую контрактную подготовку именно от нашей республики, то мы тогда сразу обговариваем возможность трудоустройства в то или иное государственное учреждение здравоохранения. Поэтому я думаю, что это в первую очередь наше сегодня, так скажем, направление, по которому мы пытаемся реализовать, вот закрыть острую потребность нехватки во врачах. Вот скажите, а правильно ли мнение, что достаточно поступить у нас, да, учиться в ХГУ, и тебе обеспечено трудоустройство? Или все-таки вы производите, так или иначе, отбор лучших студентов? Или дефицит кадров сегодня настолько острый, что вы вкладываете в абсолютно всех, и вот все, кто учится, имеют возможность потом работать у нас в республике? Ну вот смотрите, на ваш вопрос если ответим так, что сегодня потребность очень высока во врачебных кадрах, в средних медицинских работниках. И поэтому, конечно, мы оставляем какое-то право нашим будущим коллегам, студентам, с кем мы разговариваем, право выбора, во-первых, по профессии, право выбора по месту работы, потому что у нас действительно очень много вакансий, к примеру, скажу, порядка где-то 350, это острая первоочередная потребность, хотя у нас сегодня в системе здравоохранения работает около 12 тысяч, вообще в целом специалистов разного уровня, врачей более 1800 человек, но потребность, еще раз говорю, вот первоочередная, наверное, надо врачей 350, и поэтому, когда у нас есть право выбора по разным специальностям и по территориям, мы приезжаем на ярмарки вакансий, практически не только в наш ХГУ, мы ездим в Томск, Красноярск, Кемерово, Иркутск, наши руководители больниц сюда приезжают, и со студентами 6 курса, у тех, у кого стоит перераспределение, вот в ближайшее время на работу, куда бы они хотели поехать, наши специалисты и специалисты Минздрава, ну, мягко говоря, рекламируют то будущее, возможно, место работы, перспективы, какие социальные гарантии люди могут получить, и мы тогда спрашиваем, ну вот у нас выбор, можно быть хирургом, акушер-гинекологом, анестезиологом, вы каким бы специалистом хотели, чтобы поехать к нам в республику, если это за пределами нашего субъекта мы такие проводим встречи. Ну и с нашими специалистами, относительно наших студентов, у нас 100% гарантированное трудоустройство всех выпускников нашего ХГУ лечебного факультета. А насколько нашей базы достаточно, чтобы подготовить высококлассного специалиста или выпускникам приходится ехать в другие регионы, как-то повышать свою квалификацию и продолжать обучение? Ну, наш ХГУ имеет сегодня лицензию и аккредитацию на подготовку специалистов по специальности лечебное дело, которое предусматривает полное соответствие федеральным стандартам. То есть это база должна быть, это должны быть кадры, это необходимое сегодня оборудование. Вот это все сегодня в нашем университете есть. Поэтому сегодня, начиная с 2017 года, выпускников после первичной аккредитации можно было сразу принимать на работу врачами-участковыми терапевтами. И сегодня это, конечно, наверное, очень в подспорье хорошее для нашей системы, потому что у нас, наверное, на первом месте нехватка всегда в здравоохранении, не только в нашем субъекте, в целом в Российской Федерации, всегда была нехватка участковых врачей, как педиатров, так и терапевтов. И вот эта система новой подготовки специалистов, позволяющая после 6 курса, сдав аккредитационный экзамен, сразу приступать к работе участковым терапевтом или педиатром, она, конечно, позволит, я думаю, в ближайшее время, там 3-5 лет, наверное, по разным субъектам, по-разному, укомплектоваться хотя бы участковой службой в более-менее таком достойном состоянии. Вот Вы говорили о том, что, так или иначе, некая реклама, да, приходится зазывать к нам. Удается привлечь? Да. Есть нам что предложить, да? Да. Сегодня мы очень хорошо работаем. В принципе, наверное, я назову со всеми ведущими медицинскими вузами Сибирского федерального округа. То есть это Новосибирск, это Кемерово, это Томск, это Красноярск, это Иркутск и наш университет. То есть мы сегодня готовим по целевой контрактной подготовке во всех этих 6 вузах специалистов. Вот на сегодня у нас подписаны договоры с 340 студентами, которые обучаются во всех этих вузах, как бы для нашей целевой подготовки, для республики Хакасия. Эти все ребята, это выпускники из Хакасии, да? Это сегодня ребята, которые сегодня заключили договор с Министерством здравоохранения республики Хакасия на обучение на целевом месте от нашей республики в этих вузах. У нас просто есть система поступления в наш вуз на общих основаниях и есть для целевой контрактной подготовки. То есть это специальная позиция сегодня государства Российской Федерации, дабы укомплектовать определенными специалистами не только в сфере здравоохранения, целевой контрактной подготовкой обучения, чтобы люди могли вернуться в этот субъект, потому что за вот этой целевой контрактной подготовкой, это так название целевое, существует определенный набор социальных гарантий. В частности, вот если студент с нами подписывает, который поступает, подписывает договор на обучение, то мы ему все 6 лет, 2000 в месяц платим доплату к его стипендии. Но если у него стипендия, сами понимаете, в таком же размере, то это серьезная добавка. Второе, если, как мы сказали, послевузовская подготовка, в частности узкая специализация еще в течение года или в течение двух, мы еще и этим уже, так скажем, выпускникам, обучающимся по узкой специальности, доплачиваем 3,5 тысячи ежемесячно еще год или два. То есть у него возникает сегодня и финансовая такая хорошая подпитка в период обучения на целевом месте. Потому что многие иногда студенты по разным семейным обстоятельствам, как раз это и как бы так приветствуется со стороны семьи, такая поддержка. Ну и потом, конечно же, уже гарантированное рабочее место. Ну да, просто потом, если касается всех остальных специалистов, кто приезжает, то для всех абсолютно впервые трудоустраивающихся существует подъемный у нас в размере 150 тысяч рублей. Все, кто к нам сегодня приезжает, все получают сегодня впервые трудоустраиваться по 150 тысяч рублей. Но несмотря на все эти меры, кадровый дефицит все-таки существует. Это проблема не только нашего региона, но и всей страны. Скажите, а в ком сегодня особо нуждается наша республика? Касательно узких специальностей. Ну, если касается узких специальностей, вот у нас предоставлялась доплата по 150 тысяч рублей. Вот если взять с 17-го года, вот за прошлый год, мы выплатили вот эту подъемную 150 тысяч рублей 101 специалисту. Учитывая, что сегодня у нас приезжает в республику порядка около 100-120, вот так традиционно, специалистов. Хотя в прошлом году приехало, как никогда, много 168 специалистов. Вот. И вопрос стал все-таки, в каких специалистах мы больше всего нуждаемся, ну, как бы больше социальной помощи в этой части порешать. И для себя мы постановлением правительства утвердили перечень профессий, которым выплачиваются вот эти 150. Раньше всем выплачивали. А теперь входит перечень 10 профессий, остро дефицитных для нашей республики, которым выплачиваются эти подъемные. Ну, на скидку скажу, это вся участковая служба, то есть это педиатры, это терапевты, это сегодня хирурги, это врачи-анестезиологи, это врачи-скорой помощи, это врачи-судебно-медицинские эксперты, которых не хватает. Это втезиаторы, то есть мы для себя, когда статистику посмотрели, и каких больше всего специалистов в республике не хватает, вот этот список составил 10 профессий медицинских. Мы знаем, что если отвлечься немного от темы со студентами, что удается привлечь профессиональные кадры очень редких специальностей, вот, допустим, тот же перинатальный наш центр, да, там же есть уникальные специалисты, которых удалось завлечь в нашу республику. Та же процедура ЭКО, которая раньше у нас не была, теперь она у нас появилась, соответственно, никогда специалиста этого профиля у нас также не было. Скажите, вот сегодня специалисты каких профилей в ближайшее время заступят, может быть, именно из таких редчайших, которых никогда не было? Есть такие примеры? Или, в принципе, у нас каждый специалист на вес золота? Да, я думаю, что, знаете, вот для нас действительно сегодня, видите, одно направление, когда к нам приезжают специалисты, которых мы знаем, это так называемые наши целевики. То есть мы, во-первых, с ними договор заключаем на одну подготовку, но у нас, если вот берем статистику, порядка 140-120 человек, если к нам в год приезжает, то около 40 специалистов приезжают, закончивших различные вузы медицинские в нашей стране, так скажем, свободно поступившие и самостоятельно обучающиеся. То есть это мы не знаем кто, это мы не знаем по какой профессии они заканчивают, но их достаточно сегодня практически процент, одна треть таких специалистов приезжает. Поэтому мы рады любым врачам, специалистам, которые сегодня пожелали работать в нашей республике. Поэтому сегодня сказать, что вот мы готовы принять там в ограниченном количестве, я даже затрудняюсь сказать, что сегодня мы не можем трудоустроить врача какой-то специальности в нашей республике. Возможно, в каком-то конкретном лечебном учреждении человек приезжает и говорит, хочу в этой больнице. Вот тут может не получиться, потому что, может быть, там действительно сегодня штат укомплектован. Но если взять в целом здравоохранение республики, сегодня мы любого врача трудоустроим в нашей республике. А вот что касается районов, они помогают вам, также создают условия, чтобы в отдаленные какие-то муниципалитеты, города, вот как Абаза, допустим, там помогают создать условия, чтобы был интерес приехать? Все-таки это не столица. Наверное, даже не столько, сколько муниципалитеты нам помогают. Я вижу огромную помощь это правительство Российской Федерации и нашего правительства, республики Хакасия. То есть у нас уже с 2012 года реализуется программа «Земский доктор». То есть это подразумевает миллион доплату тому специалисту, который сегодня едет работать на село. Но это не обязательно совсем глубинка, это районные центры наши сегодня. И с прошлого года, услышав нас, постановление правительства в нашей республике, в Российской Федерации, добавило так называемую, вот у нас взять моногорода, там, Сорск, Абаза, о чем вы спросили. Мы же понимаем, что это совершенно небольшие городки, которые ничем жизненными условиями не отличаются, там, от Шира взять, от Аскиза. Но просто врач, ехавший раньше в Аскиз, получал миллион, имел возможность его использовать. А такой же врач-специалист поехал в Сорск, не имел такой возможности. Вот с прошлого года ситуация изменилась. Сегодня в перечень вот этих населенных пунктов, которые имеют право получать по земскому доктору этот миллион, добавлены вот такие моногорода. И сегодня, конечно, достаточно вот сказать, по вот этому году мы ждем, что у нас 20 докторов получат по миллиону и поедут на село. И с прошлого года, говорю еще благодаря нашему правительству республики Хакасия, принято дополнение в эту программу, что добавлены фельдшера. У нас сегодня очень же большой дефицит по ФАПам, отсутствие средних медицинских работников на селе. К ним примена мера 500 тысяч подъемных. То есть, если фельдшер оканчивает сегодня наш колледж и собирается поехать работать на село, 500 тысяч подъемных. Но это даже выпускники любого, даже с Красноярска, Украины, с другого субъекта Российской Федерации приедут, впервые трудоустраиваться к нам. То сегодня мы готовы таких 10 фельдшеров, то есть заплатить им сегодня по 500 тысяч, чтобы они поехали работать у нас на село. Но данный вид поддержки и дает свой результат замечательный. Конечно, конечно. Теперь врачи не боятся их. Конечно. И мы видим серьезные сегодня изменения, конечно, по укомплектованности кадров на селе. Это был экспертный клуб и моего ведущие Анна Ахпашева и Александр Климов. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!